Итак, всем привет! Продолжаем освещать события турнира Лонплейн и сегодня два замечательных поединка, очень интересных. Сошлись Сокланы, здесь Дипломат, но, к сожалению, он снялся с турнира, не успевает он, бедолага, по лету доигрывать все это дело. Идет он за Империю и Даман, идет он за Вампов, но вот за Вампов я такого состава против Империи, если честно, ни разу не видел. Очень интересный состав, здорово так все заиграно. Посмотрите, это четыре летающих юнита у нас, проклятые нитопыри. Кавалерия, это Черные Рыцари, четыре Ужаса и Склепа, два Курганника и Пеха впервые. То есть, билд без вообще Стражей Могил. То есть, воины и Скелеты, три. Влад, что там у нас, ну, Призыв и Нехик. И причем, посмотрите, вместо Кровопийца берется Корштайнское Кольцо. И четыре Копья, три из которых вкачаны в одну лычку. И самое главное, это вот этот юнит, который против Империи крайне редко берут, но в данный момент мы его видим. Красивая такая штука. Черный Катафалк. Вот он. Валдетски. Выглядит все это дело. Так, ну и Империя на этот бой пошла от Кавалерии. Тоже интересный состав. Левый фланг представлен Демигрифы с Алибардами и Рейхсгвардия Цинклера. И правый фланг представлен Рыцарями Пылающего Солнца. Четыре Аш-Кавалерии. Пехота-Копейщики в помощь. По флангам мы видим Кавалерии, потому что Рейхсы очень сильно нуждаются вообще в ближнем бою, когда заходят. Они очень здорово заходят при поддержке именно Коби. Также четыре флагеллянта мы видим. То есть Пеха всего лишь четыре флагеллянта. То есть в определенной степени вампирами, в общем-то, состав угадан. И два стрелка. Это серебряные пули. Это пистольеры. Огненный маг. Мы вот видим Пылающий Меч Руина. И Каскадный Огненный Плащ. Со свитком защиты. Ну и Боря Хитрый. Сокрушение Слабых. Рейнонский Рунохлык. И Искатель Врагов. Ну то есть понятно, для чего Огненный маг. Мало того, что вот этот огонек лучины, обилка у него, минус 12% сопротивления Огненному урону. Да, здесь что-то было. Да, плюс 12% уязвимость к урону от огня. То есть это на те юниты рассчитаны, которые сами хилятся. То есть тоже до определенной степени угадано. Вот у нас таких юнитов здесь, пожалуйста, четыре. Вот это Ужасы Исклепа. Ну и посмотрим, как все это дело будет заиграно. Да, вот Серебряные Пули очень здорово отрабатывают они по Курганникам. Вынужден Курганников отводить сейчас. И на правом фланге пошло столкновение у нас. Да, Ужасы Исклепа. Очень здорово на этих рыцарей заходят. Пофиг им этот урон огнем. И сейчас вот эти вот Копейщики здесь, конечно же, здорово зайдут. Так, и основной это вот левый фланг Империи. Рейхсгвардия Цинтлера при поддержке нетопырей заходит на Ужасов Исклепа. Здесь же Копейщики. И вот тут еще Копейщики. То есть откидывается Пылающий Меч Руины. Вот можно будет потом обратить внимание. Великолепно заходит Коляска по центру. Пытались сбежать флагелянты. Ничего у них не получилось. И пошла Коляска своим рейдом. То есть интересная ситуация складывается на поле боя. Несколько юнитов, да, сразу наваливаются. Посмотрите, вампиров. Здесь вот аж 4 на одного флагелянта. Здесь у нас порклятые нетопыри. Посмотрите, вяжут серебряные пули пистольеры. Коляска здесь заходит на пехоту, на серебряные пули. Ну-ка посмотрим, как она заходит. Да, неплохо. Тут понятно, она сносит. Тем более они в одну эту выстроены. В одну линию здесь. Ну, в две, в три линии. То есть растянутый отряд. И еще и Курганник здесь. А, это не Курганник. Это Курганник управляет черным катафалком. Да, очень здорово. Парит здесь Боря. Но только что-то как-то он бездействует. Мне кажется, зайди он сейчас на коляску и будет неплохо. Далее мы видим по центру, опять-таки, на флагелянтов. Посмотрите, тоже три отряда наваливаются. Здесь по центру ужасы из склепа. Героически зашли на рыцарей Пылающего Солнца на флагелянтов. Кроме этого их поддерживают воины, скелеты и Курганники. То есть три мы видим юнита. По центру, понятно, у нас еще и Корштайн здесь зашел. Великолепно рыцари на демигрифах прочаржили копейщиков. То, о чем мы недавно в прошлом бою говорили. И признеру Вархаммер писал в комментариях, что бегущие копья не надо бояться чарджить. И посмотрите под пылающим мечом руина. Все-таки как великолепно копейщики. Имперские обычные. Вот на лычку вкачаны и Рейкс Гвардия Циндлера. Просто-напросто разматывают здесь три юнита и скелетов копейщиков, нитопырей. И три юнита спокойно разматывают. Но копейщики, понятно, что эти они еще только лишь моргают. Но они управляемые. И они продолжают преследовать рыцари на демигрифах с алибардами. И давайте смотреть дальше. То есть вот это большое количество отрядов за вампиров позволяет сосредоточиться. Да, Нехик откидывается одинарный, я так понимаю, да, одинарный на коляску. Делается большая ставка на нее. Мало того, что у нее ужасающий вид. Вот она еще и, конечно же, раскидывает, наносит урон. Но здесь зачем-то она почему-то упирается в рыцарей Пылающего Солнца. Вот это не совсем понятно. Ну и свою работу сделали рыцари Пылающего Солнца. Наваляли они курганником. А здесь серебряные пули пытаются отстрелить что-то. Но, то есть большое количество отрядов позволяет вампирам на большом участке фронта, посмотрите, как плюс еще призыв воины скелеты у нас, сосредоточить превосходящие силы против отдельно взятого отряда Империи. И за счет этого пока все это дело держится. Пока вампиры не сыпятся. Коляску продолжают гонять рыцари на демигрифах. Здесь вот с алибардами. Сейчас если они ее догонят, конечно, ей сладко не придется. Ну и посмотрите, левый фланг. Империя свой вообще в полном объеме затаскивает. Да, Рексгвардия понесла, конечно же, большие потери. Но, тем не менее, потеряны ужасы из клепа. Потеряны, по факту, копейщики. Потеряны проклятые нетопыри. На левом фланге все-таки Империя очень здорово так зашла. Ну и вот здесь вот очень классно, конечно, орудуют. Проклятые нетопыри. Все-таки против стрелков они замечательно заходят. Ну и вот, пожалуйста, казалось бы, простецкие юниты взяты были. За исключением, ну вот, курганников, да, и за исключением, наверное, черного катафалка. И посмотрите, заходят они. То есть, по сути, таких-то мощных юнитов в составе вампиров было шесть. Два курганника пехотных, имеется в виду, и ужасы из клепа четыре. И на базе этих шести юнитов, посмотрите, как при поддержке бомжовой, по сути, пехоты, четырех копейщиков, трех этих, кто они у нас, скелетов, воинов, плюс призыв. Призван был один воин скелета. Вот сейчас мы видим, что еще и зомби призван один, и второй. Вот тут все в пределах правил. Удается. То есть, просто дал поддержку. То есть, Даман дал поддержку своим вот этим вот убойным, достаточно высокоэффективным ближним бою юнитам, таким, как курганники. Да, Нехик вот пошел. Посмотрите, как здорово заходит Нехик. Он практически на все войска здесь вампов. Да, и вроде бы и пистольеры отрабатывают, но большого внимания на них уже не обращает. Да, под мастером обольщения у нас Боря. Сейчас вот прошел у него. Ну, признает свое поражение здесь дипломат, поскольку понимает, что уже сил у него бороться не осталось. То есть, очень здорово. В том плане мне понравилась вообще отлично продуманная тактика на бой. То есть, вот они. Два курганника, четыре ужаса из склепа, плюс сеющая ужас коляска, так и не остановленная никем. Отлично, вроде бы отыгравшая и пеха. Ну, здесь цифры, понятно, они нам по большому счету ничего не скажут, поскольку как минимум 3-4 призыва в ходе поединка состоялось. То есть, просто вот этим юнитам дали поддержку в рот. И все, и они затащили. Блин, 20 отрядов за вампиров против империи. Я такого давненько не видел. Замечательно. Порадовали представители клана Вулф. Итак, за Бретонию дипломат и за зеленокожих у нас идет в данном бою. Тоже интересный поединок. От двух артиллерий идет Даман. И, не знаю, пять кавалерий мы видим в составе Бретонии. Два рыцаря Грааля. Два рыцаря Королевства. Конные Ёманы у нас. Ну, раз уж начали Бретонию, давайте поговорим про нее. То есть, от кавалерии идет рыцарь Королевства, рыцарь Грааля. Также на левом фланге оттянуты конные Ёманы. У них передовое развернутое. На правом фланге рыцарь Королевства и рыцарь Грааля. Это пехота, ну, естественно, после такого огромного количества кавалерий. Пехота бомжутская. Это толпа крестьян. Это фрейли на звери. Это воины-пилигримы. Понятно, они замыкают в фланге центра. Ополченцы. Обычные, причем это ополченцы. Три из них в одну вычку вкачаны. Всего их четыре. Три стрелка. Это крестьяне с луками. Их три. Мы видим паладин. Потом лорд. Синий и с фиолетовой банкой. Зелим безрассудство. Зелим стойкости. Рюмочник у нас здесь по центру. Дабы держать мораль всем этим товарищам. Ну, и здесь. Что у нас из заклинаний. Свиток мощи. Да. Роковая стая. И... Так, так, так. Нет, покажите нам фрейлину. Там толпа грестьян не нужна. А, зверооблик Виссана. На союзника урон оружием и доспехи. Так, ну-ка. И двойная версия дает, да, дальность эффекта 40 метров. То есть в радиусе 40 метров урон оружием и доспех аж на 30 повышается. Ну, под каву почему бы и нет. Пусть потихоньку сближаются соперники. Если будут они сближаться, поскольку оркам сближаться смысла абсолютно никакого нет. Да, вот мы видим две арты. Молот, горка, гоблинская швырялка, катапульта, крылатого рока и пеха. 4 в 2 и золото, и в одно золото копейщика гоблины вкачаны. По центру у нас Скарсник со своими ядовитыми бронебойными атаками и дополнительным уроном по крупным целям. Кроме этого, шаманочных гоблинов на золевая чесотка. Тихушник горк поправит. Такой вот состав берется. И черные орки. Редко. Мне понравился состав тем, что здесь нету диких орков. То есть человек, как хоть какое-то разнообразие увидит за орков, скажем так. Два черных орка и три у нас четких пацана орков. То есть достаточно угаданный тоже состав. Из расчета, что 5 кавалерий, а данные отряды, вот эти три, у нас преимущество против крупных целей. Чего даже нету у копейщиков, у этой пехоты с копьями. Ну и вот эти уже стандартные стали в настоящее время связки. Очень часто мы видим, когда четкие пацаны орков на вепрях используются в связке с паучьими наездниками лесных гоблинов. Очень часто это можно заметить. Ну и посмотрите, здорово, как по рыцарям королевство отрабатывают. Вот у меня вопрос к тем, кто будет смотреть. Я первый раз с этим сталкиваюсь. Ну, как бы никогда так подробно не смотрел. Вот это обстрел катапульта. И я почему-то не увидел у нее нигде ничего такого в характеристиках. Посмотрите, атака 0, защита 0 в ближнем бою. Вроде бы никаких дебафов нету. Никакого заклинания не откинуто. Но вот под обстрелом катапульты крылатого рока атака и защита у нас по 0. То есть, и здесь ничего не говорится вообще, чтобы характеризм в статах отряда, да, ничего такого нет. То есть, надо полагать тогда, что вот эти снаряды, да, вот они, эти летящие гоблины, блин, прикольные снаряды, такие ржачные. Даже давайте посмотрим, что крупным планом так угарно все это выглядит. Такие черти здесь. Что там на чемоданах, что здесь? Летчики, налетчики. Я, говорит, в летчики пойду, ёксель-моксель-калям. Да, говорит, налетчики нам нужны. И вот еще один момент. То есть, те, кто использует магию зверей. Посмотрите, откидывается магия зверей по площади. То есть, не на какой-то конкретный отряд, а чтобы вот эти вот все три попали под действие заклинания. И посмотрите, да, Даман, какой микро замечательно демонстрирует. Бац, бац, отряды отводят. Все. То есть, урона, ну, очень мало нанесено этим роковой стае. При том, что черные орки практически вообще не пострадали. Ну и понятно, Бретонии стоять смысла нету. То есть, начинает она сближение с армией соперника. Ну, я бы сказал, у Дамана, в общем-то, такой достаточно рискованный состав. Сложно такой состав вообще заигрывать, конечно же. Так, ну и что у нас? Рыцарь играли. Пошли. Да, вот они, пожалуйста, идущие копейщики. Посмотрите, раз, два и третий отряд заходят. И пошел обстрел у нас, да, по четким пацанам орков. Так, здесь что у нас, да, назойливая чесотка по центру. Ну, правильно, то есть, тоже нужно обращать внимание, когда откидываете заклинания. То есть, откидывает Даман под своих героев. То есть, и шаман у него с седовитыми атаками идет вперед, и скарсник идет вперед. И посмотрите, всего лишь один отряд пехотный им помогает, это гоблины. То есть, не страшась, заходит он и на крестьян здесь, и на ополченцев на этих. И не боится он здесь паладина, то есть, очень верно, очень к месту откинутое заклинание, чтобы продавить, конечно же, все это дело по центру. И начинаются взаимные чаржи. Понятно, что четкими пацанами пытается перекрыть. Ну, уже здорово расстреляны. Посмотрите, как два в один был обстрел у нас по четким пацанам орков. И продолжают они в спину выхватывать. Ну, кава не сказать, чтобы уж прям замечательно зашла, да, здесь шесть. И видите, как в спину ее продолжает обстреливать. Все-таки здесь вот арта зашла. И очень здорово охранял свою артиллерию. Но здесь уже бросает, наверное, понимает, доман, что она свою функцию по большому счету уже выполнила. То есть, вот эти отряды, которые у него стояли и прикрывали здесь артиллерию, они уже ему не нужны. То есть, заметил он, что генерал у него попадает. И снова здесь все под ядовитыми атаками. И паучьи наездники, и четкие пацаны орков заходят здесь в центре и начинают отрабатывать. Отработали и нехило по лорду, что вынужден он обе банки прожимать. И отрабатывают по паладину. И дотянутся, я думаю, скоро они до граальщика. То есть, центр целиком здесь держат. Орки за собой. Вообще, всю линию фронта, получается, здесь держат. Но тылы, тылы полностью отданы. Ну и можно сказать, что дипломат, наверное, зря повелся на эти тылы. Что здесь у нас откидывается? Горк поправит. Да, лорду, видите. То есть, не успел он отхилиться. Снова в бой. Дрогнул. Зелье до конца не сработало. То есть, тоже вот этот момент имейте в виду. Зелье стойкости до конца не сработало. Рыцарь играли. По тылам чаржат. Но дела-то, на самом деле, не очень хорошо, конечно же, у Бретонии складываются. Хотя, посмотрите, все-таки, как стойко держится паладин. Как под наследниками грааля стойко держатся те же самые ополченцы. Великолепно рыцари королевства здесь по тылам отрабатывают. Несмотря на такую помощь, которая подошла в центр скарснику от двух кавалерий орков. И замечательно протаскиваются у нас паучьи наездники. Да, нет, не доходят они до стрелков. Останавливает их фрейлина. Звери. Ну, а между тем, черные орки все-таки проломили. И позволяют копейщикам гнать крестьян с луками на флангах. Ваг пошел по центру. Как долго под граалем. Конечно, тот же самый паладин. Да, он и по хп, не сказать, что был сильно просажен. Тут его окучивают все подряд. И ничего с этого пока дивидендов орки не получили. То есть, вот эта атака по центру, она пока, можно сказать, не полностью. Полностью себя не оправдала. Еще один горк поправит, откинут. Но не дотягивается до него. Стрелять-то некем. Да, кава размотала здесь всю арту у нас. Под назойливой чесоткой кавалерия. И вернулась. Вот она своими тыловыми натисками. Те же самые рыцари королевства по гоблинам отрабатываю. Ну, а между тем, жаль, что мало до легкой кавы гнать. Эти отступающие отряды некем. И стрелки продолжают вот один отряд у нас отрабатывать. И неплохо отрабатывать. Бегут четкие пацаны. Но пехотное сражение так или иначе выиграно орками. Более того, все-таки основное это вот этот вот черный орки. Посмотрите, полностью целый отряд. Пошла у нас что, роковая стая. Ну, неплохо уже на просаженные заходит. Я так понимаю, одинарная. И просаживается скарстник. Вот все-таки, блин, паладин, какой молочина. Вот он даже пешком, блин, навалял нехило. Более того, еще и наследник Грааля там. И по-прежнему под этим Граалем, блин, они как под наркотой какой-то. Эти ополченцы, блин, там 20 человек осталось. На них и черные заходили, и четкие на вебрях. И так они и не сбежали бы. Все-таки обилка эта, блин, ну уж больно жесткая. И вот как по мне, ну, другое дело, что без крови земли, да, у нас Бретония. Тогда можно согласиться вот с этой магической аурой, конечно же, наследника Грааля. Что она дает такой мощный баф по дисциплине. Ну и потом отряд одиночный и не дешевый, скажем так. Да, сейчас потеряют, я так думаю, генерала, рыцарь и королевства и рыцарь Грааля. Добьют его. Вот сюда добивают. Умирает Скарсник у нас. Но все-таки насколько орки достаточно устойчивая пехотная такая фракция к ударам кавалерии. Посмотрите, в общем-то мы посмотрим статы. Но вот у нас и рыцарь Грааля, и рыцарь и королевства неплохие цифры. Блин, а пехота-то так и осталась у орков. Ну, можно ускоряться. Здесь уже бой, уже тактические какие-то очертания он по сути утратил. Пацаны у нас четкие прогнали остатки лукарей одних и вторых. Вот копейщики здесь прогнали. Сейчас на эту толпу копейщиков бегущую зашли. Здесь и Йоманы, и Лорд заходят. Конечно, вот то, что Лорда просадили Бретонии, это очень плохо. Здесь у нас четкие пацаны орков отправляются в поход за Фрейлиной звери. По тылам остатки кавалерии пытаются разобраться с остатками пехоты. Вот. Да, вот опять этот глюк, посмотрите, знаменосец здесь, а крестьяне вообще здесь. И вот эти копейщики, они преследуют крестьян, ага, уже нет смысла преследовать, но бежит. Ну и целый отряд орков остался. Конечно, это при таком количестве кавы вот этот отряд вообще не пострадал. Замечательные цифры за пеху. Вы посмотрите, гоблины нарубили, это просто капец какой-то. Я такие цифры, ну не сказать, наверное, чтобы ни разу не видел. Но так, чтобы все четыре отработали по 80 в среднем, каждый набил, а то и по 90 даже, наверное, это вообще дорогого стоит. А это все 20, то есть 40, это чисто у нас и наследники, и рыцари, вернее, Грааля, и рыцари королевства. То есть эти цифры очень даже приличные для именно конкретно взятого боя. Так, ну и Грааль, что у нас 80, 60. Ну, конечно, это мало. Вообще Грааль должен под сотку отрабатывать в таких поединках. Но, опять-таки, вот в который раз я поражаюсь стойкости, очень тяжело заходит кавалерия против орков. То есть это должны быть точечные, выверенные натиски, и, как правило, они должны быть по тылам. То есть именно тыловые натиски, вот тогда цифры совершенно другие за каву против орков. Либо это должны быть фланговые натиски, ну а максимальная эффективность, конечно же, это натиски, понятно, тыловые. Вот таких два упорных поединка интересных, особенно вот вампиры мне понравились. Замечательные вампы, надо взять на заметку. Но такой билд, он требует, конечно же, большого микро, и мы видели, что всеми 20 отрядами очень ловко управлял доман. Поэтому понятно, что билд такой собирает игрок конкретно под себя. То есть он уверен в своих силах, что он успеет за каждым отрядом. Ну, смотрите, пробуйте. Спасибо за внимание, всем пока.